Хьоро, друзья! Мы с вами в Бирмингеме и как только мы вышли с поезда, мы попадаем в огромный торговый центр. Так что Бирмингем это точное определение слова базар-вокзал. Тут все вместе вокзал, торговый центр. Но магазин у нас не интересует, скажу вам по секрету, я уже просто везде побегала, где мне понравилось. И мы с вами идем на улицу. Что мы вообще приехали в этот Бирмингем? У нас с вами концептуально сегодня две задачи. Первая задача это прочекать Бирмингем, посмотреть, что это вообще за город такой, стоит ли сюда ехать или нет. И вторая задача это посмотреть на новогодние ярмарки. В Англии в преддверии Рождества и Нового года, как грибы после дождя, тут и там вскакивают эти новогодние ярмарки. Зрелище интересное, так что пойдемте скорее смотреть. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик и ставить вот эти лайк-кнопки, потому что для меня это будет самый лучший новогодний подарок. И скорее-скорее вырываемся в этот ваш Бирмингем. Что же такое вот этот ваш загадочный Бирмингем? Бирмингем на самом деле это второй по величине город Англии. Первый, конечно же, Лондон. Он находится в 160 километров от Лондона. И это достаточно большой индустриальный город. Это город Миллионин. И этот город очень-очень древний. Здесь упоминания первые о нем были вообще в какие-то доисторические времена. И в 12 веке он уже начал нормально, серьезно развиваться как крупный город. Он стал центром торговли и промышленности. С тех пор он развивался-развивался. И в общем, да, здесь до сих пор находится достаточно большое количество местных английских производств. И вот мы все еще с вами на этих рыночных площадях. Все вокруг меня, то, что за моей спиной, это все торговые центры и магазины. А мы с вами пойдем прогуляемся в один классный, живописный, достопримечательный райончик. И я вам про него тоже немножко расскажу. Знаменитые Бирмингемские каналы. Гораздо более красивые, чем в Манчестере. Все посмотрите прогулочные дорожки. Все очень даже симпатично. Никаких покрышек в воде. Кстати, если вам интересно, про Манчестер видео уже вышло давным-давно. Так что скорее смотрите. Я оставлю его внизу в описании. А мы с вами все еще идем в этот красивый район. Так красиво украшен Бирмингем. Такие красивые витрины, такие уютные. Прямо заходи в любое место, наслаждайся радостным районом. Мы с вами пришли гулять в ювелирный квартал. Посмотрите, как он украшен. Сзади всякие звездочки. Горят елочки на фонарных столбах. И чего мы вообще сюда пришли? Ювелирный квартал, он очень-очень старый. Здесь на протяжении нескольких сотен лет находился центр производства. И в 20 веке здесь был пик ювелирной промышленности. Здесь до сих пор добывается, производится 40% всей ювелирной продукции Великобритании, Англии. И вот эти все здания, мимо которых мы идем, они раньше так или иначе принадлежали всяким производством. Здесь были всякие мануфактурные цехи. Сейчас все эти здания переоборудуются под бизнесы, под офисы. Здесь очень много сдается жилья, потому что, конечно же, никому не нужна в таких количествах ювелирная продукция. И, конечно же, сейчас это ништяковая достопримечательность. Давайте скорее пойдем гулять. Поглазеем на ювелирные витрины, просматриваем, чем же тут можно поживиться. Хотела еще с вами обсудить погоду в Англии. Вот непривычно, уже декабрь, и до сих пор я гуляю в пальто. И сегодня первый день, как я надела колготки под джинсы. И здесь, как мне кажется, климат более мягкий, чем к тому, к которому я привыкла дома. Там, откуда я родом, это так забавно. Например, до сих пор в декабре еще не выпало ни одной снежинки. Конечно, на улице холодно, но вот именно снега и снегопада нет. Если вы заметите, сзади меня зеленые растения. И до сих пор можно видеть зеленые газоны, зеленую траву. Какие-то деревья полностью сбросили листву, какие-то до сих пор стоят оранжевые, а какие-то стоят полноценно зеленые. И это так забавно. Конечно, идут дожди, но много солнечных дней. Конечно, будет дальше холоднее, но у меня, например, нет зимней обуви. Я до сих пор хожу в кроссовках, надеваю просто несколько носков. И, не знаю, мне больше нравится такая погода, чем, знаете, когда вот грязь под ногами, вот эти вот реагенты. Видите, все вокруг сухо, классно, и гулять достаточно комфортно. И мы идем с вами мимо всяких уютных пабов. И там все такое новогоднее. Сейчас же еще идет чемпионат мира по футболу, и все приходит в пабы смотреть. Так уютно. А вы смотрите чемпионат мира по футболу? Пишите в комментариях. Так интересно, я заметила, что во многих маленьких городках, при каких-то райончиков, стоит круговое вот это движение, roundabout. И в центре стоят часы, такое впечатление. Но это только моя фантазия, что, может быть, какие-то древние, старые времена, это были детские часы во всем городе, и вставили все, что были для воды, знаете, пиво, но я угадываю, пытаюсь угадать. Мы с вами пришли в самое сердце ювелирного квартала. Интересно, я надеюсь, вы видите, вот здесь иллюминация в форме сережек. И слева и справа, вот в этих всех домиках, обычно продают ювелирные изделия. Прям вот тут вот все открыто, и вот здесь вот тоже все витрины ярко горят. Но, к сожалению, мы приехали уже поздно, и все уже закрылось, поэтому мы не поглазеем на витрины. Но ничего страшного, знаете ли, будет повод вернуться, зато людей нет. Ну вот, пришли купить бриллиантов, а все закрыто, ничего нет. Вот он и сервис. Но ничего, мы с вами не отчаиваемся, раз нет бриллиантов, пойдем заедать эту потерю. И мы с вами сейчас, на самом деле, гуляем не в самом центре Бюрбенгема, но мы сейчас идем на самую туристическую, клачную жесть. И мы пойдем смотреть ярмарку. Я уже там одним глазком понаблюдала, там есть что посмотреть. Так что скорее-скорее бежим туда. Такие странные штуковины на земле. Здесь написано ресторан Виктория, горох, как зеленые драгоценные камни, гранаты, фианиты. В общем, как изумруды, вот, как изумруды. Нормально, симпатично. Мы с вами возвращаемся в самый центр города. И вот, наконец-то, мы сейчас ворвемся в эту самую ярмарку. Там очень громко играет музыка, поэтому расскажу вам сейчас. Ярмарка потрясающе красивая. И было обещано, что это именно немецкая ярмарка. То есть там должны продавать немецкие какие-то сладости, немецкую еду, немецкие напитки. Так что скорее-скорее бежим смотреть. Так, что тут у нас продают? Огромные сосиски, брыцели, как сэллычи, хачунь. Смотрите, вот так, на месте видите. Так, идем дальше. Вот тут специально оборудованы места, чтобы людям остановиться, что там портим попушить. А мы уже с вами идем вот сюда. Не знаю еще, что мы выберем, но вдруг вы догадаетесь. Вот такие уютные здесь домики. Смотрите, какие красивые кружки. Проданы для натре, здесь оленя, с паскаля, клеится, такой классный. Давайте переключим. Литвейно отличные кружки оказались, что сделаны специально для этого мероприятия. На них прям так и написано. Вильмингем, рождественская ярмарка. И напускаем супер. Меру сладкий, меру пряный. Очень нравится. С этими новогодними стаканами стеклянными оказалось очень интересно. Оказывается, два глинтвейна стоило 22 фунта, что очень-очень дорого. Это прям попивще дорого. И за два стакана нам дали две монетки, два жетончика, депозит. И когда мы допили глинтвейну, мы вернули эти стаканы и нам вернули 10 фунтов. Что получается? Что один глинтвейн стоило 6 фунтов. Что нормально. Но когда ты платишь эту цену первый раз, то, конечно, знаете, так... Глаз немножко дергается. Пойдемте скорее смотреть, что тут еще есть интересного. Пока, из того, что мы заметили, здесь ходят вот эти привычные нам цыгане. Предлагают розы, просят милостынющимися и мешают... Вот это, знаете, мельчишат под рукой, что не очень классно. Но мы на позитиве. Надо что-то перекусить. Так-так-так, сейчас же у нас можно поживиться. Эти сэндвичи выглядят не очень. Еще одна палатка с глинтвейном. Вот, конечно, по-другому. Возвлекательно. В сути, тут глинтвейна все самое разное. И гитаризма, но просто... ...сути хорошо. Пойдемте, как я. И там папа, санклая. И сейчас мы с вами ворвемся в пустину, потому что ярмарка продолжается. Вот где эта елка, и вот сюда еще налево огромная улица. И тут фонтан у нас такой, шурчит. Что по-произоге. Что же у нас тут представлено? Вот это палатка с вегетарианской едой. Дальше вижу какие-то великолепные украшения вот в этой яркой палатке. Ну, не знаю, наемся ли я с воровским. Пойдемте дальше. Это не то, что нам нужны. Такие симпатичные палатки. Подсвеченные. Так-так-так. Вон, сладости. Пойдемте рассмотрим сладости. Это у нас печеные каштаны. А тут... ...сути. ...сути. А вот это яблоки в сухоладе. Видите, цвет очень вкусно. Наверху... ...как из щелкунчика. Вот эти фигурки, да, щелкунчики? Здесь тоже на все эти сладости. Ну, это же, знаете, как будто не немецкая, а просто что-то из супермаркета. Мы с вами в поиске настоящей немецкой еды. Так, а тут у нас... О, немецкие франк-куртские сосиски. Тут тетеньки хмурятся. Чего вы хмуритесь, вы сосиски покоряете? Это вкусно. Так, вот у нас... ...сути жары. Их передни улица украшена, подвыклодная. О, пончики. Хотим ли мы настоящие немецкие пончики? Пожалуй, нет. Как-то мы с вами ушли от нового начала, и здесь уже нет такой атмосферы. Здесь уже какой-то рынок шарфы продает, какой-то одежды, сладости. О, и снова пончики. Давайте на пончики с вами посмотрим. Дальше у нас идет... О, какие-то хот-доги. Но вот это уже похоже. Похоже на немецкую еду. Здесь у нас пряники. Пряники. Да, это у нас прянички. А впереди снова у нас палатка с напитками. Мне нравится, что здесь везде оборудованы места, где можно восстановиться и насладиться происходящим. Веселье идет полным ходом. Палатки здесь прям шикарные. Посмотрите, целый дом. И что интересно, эта ярмарка работает опоздна. Сейчас уже достаточно глубокий вечер, а все равно так много людей. И почти все работает. Я бы даже сказала, на самом деле, все. Вот это места, где покушать. Кажется, мы с вами подошли к еще одному кругу. Вот здесь, конечно, палатки украшены. Вот эти все новогодние олени, фигурки. А здесь целый ворота. Выглядит просто волшебно. И так много вот этих вот штуковин, которые детям продают. И знаете, товары, которые родители не смогут отказать. В общем, здесь есть все. Очень, на самом деле, аутентично, красиво. И прям вот эта новогодняя атмосфера прям сбивает тебя с ног. В итоге взгляд упал на самую брутальную еду. Мне кажется, на этом все мероприятие. Это полуметровая сосиска и полуметровый хот-дог. Очень вкусно пахнет. Просто восторг. Сосиска, знаете, сосисочно вкусная. На этом наше видео заканчивается. Пишите, что понравилось, не понравилось. Обязательно пишите. Знаете ли, обратная связь это очень важно. И, конечно же, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Я желаю фокусироваться на себе, на своем психическом, ментальном здоровье. Уделять себе побольше времени. Не бояться тратить на себя деньги. И каждый день радовать себя хотя бы чем-то маленьким, знаете, но приятным. Так что я надеюсь, что у вас сегодня будет отличный, замечательный, потрясающий день. Берегите себя. И увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok